Большой надобности. Тебе действительно прокачать Arctic Burn, чтобы у тебя раньше атаки был побольше, и чтобы тебе удобнее было там и подсейвить, и пострелять, тебе это приоритетнее. Вот и все. Чем лишних там, пускай, 100 урона. Замедление ты и так, и так дашь с этого нюка. Будет он 4 уровня или там 2, особо не важно. Рано или поздно начинаются замесы, а ты 10 уровня, ты 10 уровня, у тебя Golden Brace на 4, у тебя Arctic Burn 4, у тебя Ultimate на единичку, и у тебя нюк на тоже единичку. И когда тебе нужно наносить дэмэдж, ты включаешь свой рейндж и атакуешь там, понятное дело, с 1000 плюс, но по одной цели кого-то там замедляешь. А так можно наносить каждые 5 секунд. Тебе не дадут, тебе не дадут. Ты, если захочешь, кидать нюки и будешь атаковать не с такого большого рейнджа, тебе придется ближе подходить и намного больше вероятности умереть. 575 рейнджа с первого уровня. Но все равно намного приятнее стрелять прям из-за леса, из-за горы, как говорится. Он летает через текстуры, но все равно это как-то странно. Лучше все-таки нюк вкачивать. Давайте от этого билда отойдем. Я так понял, что у нас мнения разделились, так сказать. Сережа считает, что необходимо начать второй. Нет, я вот сейчас по-другому можно. Можно Golden Brace на единичку брать, Arctic Burn на 4, тогда имеет какой-то смысл. Можно, если ты играешь против какого-нибудь Devourer или пиков, где очень много магического урона, от Golden Brace в принципе смысл, ну только от макшинного Golden Brace есть какой-то смысл. Потому что он успевает подлечить. Просто подсейв какой-то, минимальный быстрый подсейв. Давайте у нас драфты уже практически закончились. Как-то проанализируем ситуацию. У нас появился антимаг на четвертый пик для SGS Sports. Мы видели сегодня в первой серии, они брали уже Магнуса, но антимага на пятый пик им забанили. Не успели они взять этого персонажа. И теперь извлекли урок и решили пораньше все-таки добирать антимага к Магнусу. Твой нелюбимый персонаж. Особенно после этих фиксов. Да он мне здесь и не нравится, откровенно говоря. После этих фиксов. Мне он здесь совсем не нравится. Мне кажется, FFY понимают, как надо играть против антимага. Они сейчас пойдут в сложную, даблой, триплой. Будут его напрягать. Быстро Battle Fury здесь не будет. И придется SGS Sports что-то придумать. Тут такой трипл лейн, что лучше к нему вообще с ним не сталкиваться. Тут один герокоптер под аппаратом. Мне кажется, SGS Sports надо точно банить Death Prophet здесь. Потому что иначе ты рискуешь проиграть минут за 20. Death Prophet, Dragon Knight, что-то такое. Да, два вот этих толстых персонажей, которые будут идти вперед. Супер умеют. И на том, и на том. Как раз и герокоптеры прикрыли. Так, а в миде, получается, Магнус будет стоять. Не факт. Магнус может в офлэйн бейти. Да, мидера, наверное, последним заберут. Но в первом матче Магнус был в офлэйне. Адер играл на другом персонаже. На Миране. Последний пик еще у LFI. У них есть определенное преимущество. Они увидят пять карт соперника. Смогут принять какое-то решение. Правильно, неправильно. Посмотрим впоследствии. Но всегда приятно иметь последний пик. Ну и, насколько я понимаю, Клокверк на третьей позиции. ЛFI. Клокверк вообще на третьей позиции. Сейчас это нормально? Генерал играет. Генерал играет, очень любит. В остальных командах, честно говоря, мне не очень нравится. Мы чаще просто видим этого героя именно на четверке. Мне кажется, все-таки вот сейчас этот текмет. Может быть, какого-нибудь Shadow Finda возьмут, LJD. Если уж у них Клокверк. Клокверк по МФЦ-версии сделали фикс, что он теперь сам Кок ломает не с одного, а с двух. Это облегчает комбинацию с SF. Определенно. С SF, да. Но себе не облегчает он. Потому что он не может на поставить Кок, и пока он... Разве? Да, ему... Это в 707C? Ему два удара сделали, что он сам ломает Кок. Нет, нет, там не такой фикс был. Такой же, по-моему, фикс. Там фикс был, по-моему, следующий. Раньше для поломки Кока требовалось 2-2-3 удара, а теперь 2 на всех уровнях Кока. Для соперников. Для самого Клока ничего не изменилось. Но если мы про 707C говорим, то там я точно помню, что именно так было. Значит, я неправильно вчитал. Для Клокверка это, наверное, могло бы быть критичным. Да, если бы приходилось из своего Кока слишком долго выбираться. Сейчас посмотрим как раз. И Квинов Пейн для SGA Sports. Ну, в общем и целом-то смотрится... Ну, и ДК для ЛФ. И Death Profit так ДК. Да танк нужен просто, да. Да, в общем-то, Драгонет, мне кажется, даже лучше против Квинов Пейн. Да, когда уже появилась Клопа, то я согласен. Отлично отстоит, супер. Хотя я видел пару игр, где он на Драгонет проигрывал мид к вопе. Причем очень сильно. Я не знаю, что сейчас интерверно делал со своей командой, но это было опасно. Но и в итоге, чей драфт нам нравится больше? SGA, LFY? Я на драфт с антимагом ставить не буду. Я понял. Ты вообще никогда не ставишь на драфт с антимагом. Иногда, если он будет против Медузы, Шторм Спирита или Шрака, Пугны, еще ладно, а просто так нет. Где нет хиксов, там где нет дизейблов, где он просто бегает и убивает этих котлов, аппаратов. Я понял, я понял. Ладно, первая карта SGA против LFY начинается прямо сейчас. Ну и давайте передавать слово нашим комментаторам, а они тоже изменились. Мы изменились. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами по-прежнему студия RUHUB, мы переходим к четвертому матчу сегодняшнего дня. Это SGA Sports против LGD Forever Young. У LGD Forever Young все вроде как неплохо, они обыграли Complexity, а вот SGA Sports сегодня уступили уже VG Gaming со счетом 0-2. Ну это SG, я думаю, что никто не ожидал, что ребята будут приезжать тут и выигрывать. Хотя есть команда, которая наоборот удивляет, но SG пока вообще не удивляет ни разу. Ну вот мне кажется, завтра будет самая битва интересная. Это Vega против SGA Sports, это будет противостояние, возможно, даже за место в турнире дальнейшем. Да, за выживание будет, чтобы пройти просто дальше элементарно. Давайте переходить к игре, смотреть. Драфты очень интересные, Артур не решается ставить на антимага или против антимага. Хотя антимаг под Магнусом смотрится вроде интересно, быстро разгоняется, много фармит, но LG Forever Young это такая команда, которая может антимага просто спушить быстрее, чем он что-либо наберет. LG Forever Young, DDC, Ancient Operation, Ахфу, Сенкинг, Супер, Драгон Найт, Моне, Герокоптер и Инфлейм будет играть на Клокерке. Да, стоит отмечать, что это же не те, что мы видели на том же самом киевском мейджоре. Нужно это учитывать, это совершенно другая команда, потому что многие видят LG и вспоминают, а, ну это те парни, которые обыграли Сикрет, те парни, которые обыграли Evil Genius, но нужно понимать, что это совершенно другая команда с другими игроками. Я, по-моему, только Фудер, Никонейм Знакомый, который сохранился, а в остальном же это совершенно новый коллектив. И, как я понимаю, господин Котхан, стандартная пауза на любой минуте на этом турнире. Я просто проснулся, смотрю, идет третья минута игры, пошел позавтракал минут 30, возвращаюсь, идет пятая минута игры. Я думаю, так, что-то здесь не то. Минуточку! Что-то здесь не по плану. На самом деле все по плану. Каждая карта начинается с того, что мы ставим паузу, она варьируется. От пяти до пятнадцати минут. Ну, на втором стриме ходили легенды, была и тридцать минут пауза. Но у нас, ну, пять-пятнадцать. Ребята пишут PC Boom. Я не знаю, что это означает, но PC Boom. Это уже мем, знаешь, этого турнира, как я понял, стал PC Boom. Учитывая, что теперь все спамят, только можно. Слардар, благо, на этой картине кэри. Это уже меня радует. Может, еще и то, что на нем не Алоха играет? Нет. Не будем. Не будем о... О грустном, хорошо. ...той игре. Тут все намного понятнее. Да, Shadow Finda не взяли. Взяли Queen of Pain SG на последний... Посмотрим на антимага. Интересно. Антимага в этом микропатче тоже немножко изменили. Изменили его кулдаун на блинг. При этом талант, в общем, тоже улучшили на блинг. Если раньше было минус 1 секунда, то теперь минус 2 секунды. Это тоже выбор такой серьезный, что выбирать, потому что если ты наберешь талант на блинг кулдаун, то у тебя кулдаун... В общем-то, блин достаточно высокий становится в драке. Да и в целом уже не так приятно. Эта секунда она решает. Ну и по руне. Тут войны, я думаю, не будет. Хотя Клок решил немножко лицом потроговать. Получил пару ударов. Ну, он просто на самом деле дэмэджи принял в себя и больше ничего. Как-то помешать не получил. Возможно, как-то Коги думал поставить, но по факту да. Просто тратить сейчас 2 танга, грубо говоря. Первый пошел, второй пойдет, чтобы восстановить хп. Как-то печально вышло. Что за аура вокруг теперь? Бегают и воду пускают. Ну, это же, наверное, Сентая, думаю. Ну, это все, конечно, да. Как-то знаешь, она под доту... В первой карте это был бестмастер. Он бегал с такой аурой. Я не знаю, что это одевается, но... Штука странная весьма. Говорят, она стоит 2000 долларов. Хотел бы себе тупить? Не, не. Я лучше в пупке куплю какую-нибудь шмотку. Зря я это сказал, наверное, да? Нет. Тот, кто хейтит пупк, сейчас отдыхает. Так что не переживай. С моей стороны ты... Камин аут, да, что я в пупк играю? Ты тоже, кстати. И не один час. Что обсуждать еще на стриме? Доты. Только пупк. Вот сейчас сможем и... Агрессии. Внизу пока агрессия идет. В интервью верно. Артик Берн нажимает просто по кулдауну. Два игроков пробивает. Два милишника. Пока не очень ему комфортно. И в целом, видишь, какие лайнапы-то интересные. Антимаг на сложной линии стоит. И пока не могу сказать, что ему трудно. Он здесь фармит. Не, ему здесь против Клокверка очень комфортно. Под охраной Виверны. Ну, в миде стандартное противостояние. Эквин оф Пейн против Драгон Найта. Приходится туда помогать Слардар. Ну, что-то как-то ДК пробить с руки пока не выходит. Это при том, что он пока только второй уровень. Ну, посмотрим. А здесь Магнус на легкой линии. И ему к крипам тоже особо подойти не получается. Просто против Гирокоптера ставится ракетка. Отгоняют его подальше. Но Скювер есть у него, поэтому должен уходить. Хотя Строкстер могли бы пойти до конца. Но Магнус все равно бы, наверное, Скювер просто на башню бы ушел. Поэтому решили не гнаться до конца. Зато его хорошо пробили. Ой, слушай, ДДС. Есть краш. Лепоса. Там с флэком много урона заходит сейчас. Да, шок вэф еще не совсем точен. Да, он еще и первого уровня, поэтому вообще бесполезно не пробить. Где-то конца. Но тут риск. Тут риск. Сейчас ракета прилетит. Правда, нет маны на Рокет Бараж, но просто пробивают. Рокет Бараж все-таки оказался под рукой. И Слардар погиб. Лепоса опять промазал. Нет, просто хватило флэка на обычного. Слушай, он со Скивера хотел увезти отсюда подальше Гирокоптера, чтобы засейвить своего тиммейта, но не попал по нему и не увез соответственно. Ну, сами отдали свою жизнь. Тут, знаешь, драка была вообще не за что абсолютно. Вышло очень неприятно. Внизу Сан Кинг. Начинает персинговать Винтер Верну. Рядом Клог. Клога должна быть Коги. Но закрыть никого не получалось. Все просто ушли. Ну, на центре, как я понял, такая, знаешь, самая спокойная линия, где реально вообще минимум экшена. Драгонайт очень плотный герой. Кин оф пейн герой, который имеет мощный эскейп. Это по факту друг другу выйдет, ну, без какой-то поддержки плюс один, либо без получения уровня семь. Ух, верно, в пейнт, где будут скримы, сониквей. Ну, какой-то руной повезет, там, с инвизом подкрасться можно будет со спины. Подождать, пока герой где-то ошибется. Ну, так, да. В лобовую, конечно, ничего не выйдет. Ну, вот Слардар как раз-таки подходит. Смотри, то есть Слардар возможно получится. Правда, в ходе Ира не очень много маны. И как-то Слардар выходит не совсем идеально по таймингам. Там, крипа оказались не в той точке. И по итогу просто по речке пошел вниз, пока не очень быстро он передвигается по ней. Но все равно перемещается вниз. Да, вот Реген за счет пассивки, пристанка, плюс 20,5. Конечно, такого Драгонайта пробивать практически невозможно. Антимаг остается без маны. Слово совсем. При этом Клокверк еще и старается динаить все, что может. 14 на 12 у него, в то время как антимаг имеет 19 на 3. Антимаг не динаит крипов. Это скажется определенно на его экспириенсе. И на экспириенсе Клокверка. Клокверка. Так, гонит здесь Виверну. Очень неприятно. До нового подкопа не хватит маны. Отступает. Клепоса. Замерз. Баунтируну своровали. Да. У ДДС все здорово. Ну, может быть, на чужую, кстати, успеет. Ну, идет на чужую, да. ДДС странно, что не пошел контролить, но он, видимо, хотел помочь подконтролить верхнюю руну. Тут, кстати, руна очень приятная. Драгонайт. Ну, хотя уровень 6 он получить не успеет. У него ботла нет, да, и 6 уровень он вряд ли получит, чтобы форму проюзать и спушить хотя бы чуть-чуть вышки. Так что. Самое главное то, что эта руна не досталась к вопе для него. Иначе бы не получал здесь. В целом мы видим, что на центре противостояния вообще на равных идет. И по динайм, и по добитых крипах вообще. Разница там в 2-3 крипа. Можно вообще не учитывать. Ребята стали мид. Одинаково хорошо. В общем, можно тоже самое сказать и по керри, что антимаг, что гирокоптер. Хороший крипстат. Правда, гирокоптер еще очень много динайет. Это очень сильно рушит Магнуса. Обрати внимание на клокверху 19-12. Да, слушай. Ничего себе. Много динай. Ну, с другой стороны, ему особо не мешали. То есть Виверна могла как-то мешать. Но потом мы помним, что ее загоняли. И по факту Клок получил здесь пространство. Антимаг один на один. Ну, может, конечно, манабрейка ману немножко сжигает. Но по факту этот Клок особо не убивает. Клок может замыть его атаку, нажимать батарейки и ставить коги. Верно. Бласт. Получает подкоп. Здесь же рядом антимаг. Антимаг пока без ультимейта. Используются батарейки. Выходит сюда еще и Слардар. Есть краш. Попадает по двоим. Попытку убить Аху. Аху больно. Хвостается абсолютно без маны. Прыгает антимаг. Дальше делается убийство. Член тач. Но тут очень своевременный колонный брейд. Правда, Верно все равно погибнет. Она просто изначально замерзла. Получает ракету. Погибает. Драка еще не закончена. Идет Слардар вперед. Может дать краш. Антимаг все еще, правда, без ультимейта. Это главная проблема. Также можно было сейчас подзарвать. Но уровень 4 лишь. Тем не менее, за инфлаймом погоня продолжается Слардар. Будет ли краш? Нет, не будет. Все. Решили просто уйти. Да, шрайн пустой. Поэтому Клоку Ирку придется на базу отправляться, чтобы восстановиться. Так, антимаг. Чего себе. Батарейки. Очень неприятно. Подкоп в никуда. Уйдет отсюда и Слардар, и антимаг. Но это ошибка. Фу. Должен был попадать, конечно, здесь. Монет. Ракетка в 3. То есть это реально очень неприятно. То есть рендропа какие-то нужно постоянно покупать. Иначе урона слишком много. Тут внизу пытался, видимо, Клоку повоевать. Светуби чуть-чуть сам не отгреб. Вот антимага. И вот монета вот так вот гоняет. Без ракета бараж, зато с хамином и салф 3. В начале игры это слишком много урона. Ты реально стоишь на линии, тебя спамят ракеткой. Ты ничего сделать не можешь. На центре Слардар забрал недавно невидимость. На центре уже начинается драка. Слардар выходит. Может дать стан по Драгонайту. В итоге член тач. Стан по Драгонайту. Но Драгонайт очень плотный. Соник вейв. Соник вейв охватила. Правда погибает и Слардар. Параллельно кунув пейн, что самое главное живет. Остается там буквально 40-50 кп, но она уходит на базу. Так это хороший размен для SG. Все-таки забрали мидера, отдали саппорта. Ничего страшного не случилось. Да, потрачен Соник вейв. Да не, не. Для этого способности созданы, чтобы их использовать и убивать. Поэтому размен получается отличный, приятный. Но правда антимага в этот момент снова отпускает. Он получает фарм. Вообще к нему на нижней линейке никто не идет. Антимага так отпускать нельзя. У него уже по Тейрингу в хелс. У нас почти уровень 6 и топовый крипстат на карте. Так, выход на топ у нас в большом количестве. LGD Forever Young. Да, надо Диварди здесь, но тем самым спалиться. Киншн Тепарейшн, конечно. Катапульта стреляет. По-моему, пуш не удался и тратит сейчас время. Вчетвером находясь здесь. Слардар только третий уровень. Маловато, конечно. Получить быстрее коррозив хейс. Тут Монет, неожиданно, оказывается внизу. Антимага прогоняет. К нему еще Агета летит. Ну и Антимагу. Возможно, здесь смысл сместиться куда-то на мид. На топе тоже было трудно. Там все-таки трипла. Виверна улетает на топ. Антимаг пока просто может переместиться в леса ненадолго. У Монета уровень 7. Комменный мысль в 4. Ну и дальше Мом с Энджин Яша. В общем, стандартный и привычный уже и там билд на этом герое. Квин оф Пейн. Должно быть ПТ. Должны убить, слушай. Да, хватает урона. Ну там бы, мне кажется, замерзало бы еще. Так, через батареечки. Слардар. Погоня за инфлеймом. Инфлейм бежать отсюда. Батарейки закончились. Приземляется Виверна. Отсюда Хейтский подвезли. Подстанчик. Все здорово. Это еще не конец. Антимаг есть, в принципе, стики. Можно ПТ на интеллект переключить. Амана Войт выдать. Но тут не в углу выдавать. ДС. ДС не убить. И погибает Винтвер. Антимаг просто уходит на топ. В армии дальше. Тут супер. Забирает по себе пачку крипов. Можно попушить на миде. Форма еще будет действовать очень долго. 5-3. Пока равная дота. Это же не выглядит слабее. Антимаг получил пространство. 3-760 на Творс. Будем за ним очень пристально следить. От него все зависит. Кроме для команды. Момент, когда Магнус начнет кидать ему импауэр. Он сместится в леса с этим Баттл Фьюри. Вот тут фарм пойдет. Эншентов должны ему настакать определенно. Без них никуда. Это хорошая часть фарма. Нордар. Чего такой агрессивный? Видит, конечно, то, что маны нет у дека. Поэтому можно где-то подойти. Но он здесь просто экспириенс, я так понимаю, получал. Пока уйдов по и не было. Ах, фу. Четвертый уровень. Есть транквилы. Рейндроп, стики. Обозначил даггер. Но до него еще очень-очень много антимаг запрыгнул. Очень наглая игра. Можно и подкопать его где-то здесь. Подходит сюда Клокверк. Будут ли копать? Нет. На самом деле теряет время антимаг пока он просто крипов не добивает. На линии крипов пропускает. Хотя там линия практически свободная. Внизу выход на монета. Это первый выход на гирокоптера. Моментальный телепорт. Надо дать кулдаун и можно идти на развороте. Ракета уже пройдет. Я думаю, Слордара здесь придется продавать. Ракета после этого может давать кулдаун и его добивается. Кулдаун пошел. Ну и, разумеется, Слордар погибает здесь. Остальные просто уходят. Не стоит так под вышку бежать за гирокоптером, у которого 11 зарядов в стиках, аквилы и фейзы. То есть еще и... А антимаг параллельно падает от Клокверка. Не может уйти, да. Плинк был в кулдауне. Просто хукшот, батарейки в 4. И, разумеется, антимага нет шансов вообще. Еще и баунтируны. Вообще все замечательно. Клок красавчик. Супер. В инвизии есть форма. Бординия. Ах, фой отсюда просто уйдет. Да. Супер может начать атаку, но здесь нужна помощь. Здесь нужна приморозка Ancient Operation и желательно еще один стан. Тогда да. Тогда Клопа не уйдет. До этого момента. Что-то похоже на атаку на Клокверка. Слордар здесь, но Клокверк такая неприятная цель. Уже вот такой вот с таким вот уровнем. Там спейсбут, с рендропом его просто не убить. Этим двум игрокам надо плюс один. То есть с Квинов Пейн, наверное, да. Без Квинов Пейн, без шансов. А Квинов Пейн пока фармит в лесах. Будет быстрый выход в Оркет. Просто по Т-Оркет. Никаких юлов там или чего-то подобного. Ну, а Клокверк купил себе урну. Потенциально она апается в Спирит Весел. И ты ей контришь в Интер Виверну. С ее колдным рейсом. Это будет очень сильно. Супер очень хочет добить Т1. Можно катапульту. Ластки тут крипы помогут. Дефать здесь вышку никто не будет. Да. Башня для команды Луфай. Супер получает очень много денег. Брейсер ПТ. Дальше будет барабаны. Легкие отпушат Ахфу. Да, но антимаг пытается наносить урон вышке, но медленнее это выходит, понятное дело, чем у ДК. Так. Мане. Бежать. Что, опять под вышку пойдут за ним? Не стоит. Коррозия Хейза по-прежнему нет. Атака может закончиться, когда он лансонес в леса. Просто выбить там фласку. Пока вы его найдете, он опять фуловый. Ну, удивительно, что спор нет ультимейта у Слардара. Уже 12 минут. То есть кто-то книгу уже прочитал. Может, это, конечно, сделал Виверну. Но я тоже Виверну не вижу с ультимейтом. Как-то прям это печально выглядит, что вот так вот саппорты просели. Ну, в общем, мы по надворцам видим, да, то есть разницу. Такие проблемы у саппортов Азжи. Магнус. Давно есть РП. Пока в действии мы или после не видели. Пытается дофармить себе Блинк. Дальше там какие-то форстафы купит. То есть такой будет именно саппорт. Саппорт Магнус, который будет врываться, давать им пауэра и помогать подконтролить героев. Там никаких там артефактов на урон у него не будет. Может, даже какой-нибудь себе диск купит, почему бы нет. Тут Клукерк проводил, ребят, через лукшот до своего шрайна. На топе тоже спички не состоялось. Не состоялось, но ему да, уже подкрался к Т1. Правда, здесь Липоса, у которого есть РП. На центре, на С-бласт. Много боя, очень больно. Слишком много урона. Чилин-тач, ульт-аппарата. Все это происходит под Вортексом. И какой-нибудь шансов нет. Падает вышка очередная. Достается она опять же Супером. Ему чуть-чуть остается до Даггера после барабанов. Такой хороший, плотный ДК. Сейчас еще сможет инициировать. Не знаю, может быть, стоило здесь задуматься от Шадоублейди и Сильверейджа. В будущем. Хорошо приняли Клокверка. Дикий есть немножко зарядов. И смотри, тут кого встретили. И Соник Вейв по-двоим. Хорошо получилось. И слушай, оформили тут два убийства. Да, сбрили саппортов просто. И у Куинов Пейн все замечательно. Еще и Аркингруну находит. У Супера формы нет. Это пушить не выйдет. Да, для Клокверка неприятная смерть. Не знаю, у него телепорта не было. Просто улететь на базу после того, как он выжил, скажем так, на локоба. Нагло он остался, да, не уходил. Просто стоял вот где-то на речке. Не ждал момента. Ну, возможно, телепорта и правда не было. Так, ну что, Слардар, седьмой уровень. Наконец-то есть ультимейт. Теперь должно быть попроще в файтах. Сейчас ты навесишь пару хрустейзер. Как же сильно. Два Блингдаггера появляются в команде Луфлай. Мусан Кингу, Драгонайтера. То есть мы понимаем, что эти три героя инициируют. Это и Клокверк, это и СК, это и ДК. Да, это очень сильно может быть. Там какому-то антимагу можно поздоровиться. Потому что все герои, которые будут ворваться, они еще будут давать на тебя контроль. И Драгонайт, и Санкинг, да и Клок. Антимагу, ну, можно быть крайне аккуратным. Мне нравится в этой игре реально купить кому-то диск. Вот СЖ. Я надеюсь, Магнус ближе к лейтгейм, может быть, о нем задумается. Так, супер. Вместе с Ахфу. Начинают искать. Вообще преимущество уже шесть тысяч. Несмотря на то, что разница в фрагах всего на пять. Это маленький, скажем так, разрыв. По денежкам до 16 минуты ЛДФ ведут порядочно. Пушит ботом, подвел крипов, катапульту. Я думаю, сейчас будет ответка в мидлейн, размен Т1 на Т2. Невыгодно. И мы понимаем, что, разумеется, Л5 пушит намного быстрее. За счет только лишь Драгонайта. Да, и антимаг до сих пор без БФ. На самом деле, очень плохой тайминг. Да, мы понимаем, что есть Магнус, Эмпауэр, там, сплэш, это круто. Но, кроме того, еще БФ дает немало урона. Но тут как-то прям по таймингу все очень скучно. Что будет смещаться вражеский лес? Нет, это просто ТП на Т1. Ну, Клок сейчас может доиграться. И слэйм. Улетать отсюда на фукшоте, пытаться. Но фукшот дает вперед, потому что знает, что команда, в принципе, близко. Ставит фогги. Пошел Винтерскерс, Соник Вейв. Клокер должен погибнуть от рук Драгонайта, так и происходит. Проблемы у Винтер Виверны. Драгонайта один против всех, получает Крюзев Хейс. Врывается Санкинг, Магнус врыв. РП по двоим. Хорошо сыграно. Надо добить Супер. Супер уже очень побитый, но при этом у него хватает брони, хватает Регена. Супер, никто не фокусит. Врывается Фудер. Наконец-таки добивает Скримом и ударом. Погибает Винтер Виверна. Манает за Фудером. Подкоп-эпицентр от Ахфу. Хороший по антимагу. Антимагу убили. Квенов Пензел от блинкаута. Пытается просто из драки уйти. Того 3 в 2. Размен. У нас же изначально казалось, что они тут вообще тут. Все это время Гирокоптер настреливал. И для LGD Forever Young, опять же, это успешная, как по мне, драка. Выжил здесь Ахфу. Дал хороший ультимейт. Апнулся. И обратим внимание на Гирокоптера. Да. Дэмэдж он нанес огромное количество. И несмотря на то, что инициация вначале была провальной, я бы сказал, потому что Клокерк ворвался в толпу, а поддержать его было абсолютно нечем. То есть сейчас Гирокоптер уже с Яшей. Дальше не за горами. Манта стоял. Да, если мы посмотрели Fight Recap и мы увидели, что антимаг не уносит урон. То есть там антимага может 300 урона, а 400, это вообще смешно. Антимаг пока не в состоянии драться, в отличие от Гирокоптера. Гирокоптеру много артефактов не надо. То есть Гирокоптер у него сами по себе способности очень боевые. Да. В этом плане мы видели, что у Крин оф Пейн там почти 90% урона на команду. И все. На топе атака на Сардара. Хукшот. Моментально Орки по пьет. Есть Краш. Есть Жадоу Страйки и Скрим оф Пейн. Клок убивает после действия Орки. Так, Фу пытается уйти. Я думаю, уйдет. Печчен супер совсем рядом. Должен быть станчик. Есть станчик. И Брэсфайр или будет сейф? Будет сейф от Виверны. И наверх вылетит. Хотя, возможно, заморозит. Да, там еще и ракетка стоит. Нет, погибает все же Сардара, хоть и на 7-0 по речке пытался уйти. Не получилось. Есть Матта Стайл уже. Да, отлично все у Гирокоптера. Прекрасно. Антимаг хоть БФ там купил уже. Ну, наверное, купил. Да, должен. Да, окей, все, БФ есть. 19 минуты. БФ есть. Уже давно пора. Но мы видим, насколько Гирокоптер сильный. Мы вот на прошлой карте сидели в студеналитике и обсуждали, почему Масков Мэднесс не разбирал этот Гирокоптер. Потом поняли, что к чему. Что он купил два бутерфляя по итогу этого Гирокоптера. Да. Посмотрим, что будет здесь. Ну, пока прямо все идеально. Бабочку первую он уже нарисовал себе в Квикбайе. Униер. Никто не будет надрываться. Безопасно фармит. Рошанечка никто не трогает. 19-я минута. Я не могу сказать, что СЖ прямо его быстро убивает, даже учитывая, что у них есть лордар. То есть антимаг такой герой, который пока не в состоянии быстро убить Рошана. Только можно после какой-то прямо удачи на драке, где все будут тавернили. Ой, такой выход. Маннет. Ну, можно было как-то попытаться Магнуса ворваться прямо сейчас, учитывая, что он все прекрасно видел. Пока врыв от Аху пошел Айсбласт. Врыв от Супера. Зацепили антимагу. Очень много урона по нему. Есть Витерский Остер и Сколн Дебрейс, но антимаг все равно погибает. Бордини тоже отсюда не уходит. Это мега-киллстрик уже для Мане. Соник Вейв хороший, но остается в коках. Здесь Куин оф Пейн под батарейками уйти отсюда невозможно. Не отпустит и Слардар. Это уже минус 4. В живых только Магнус, у которого было РП, но, видать, не подгадал момент, когда можно ворваться и остановить этот файт. Ну да, Магнуса здесь не хватило. Вроде Соник Вейв и правда был хорошим по 3 или даже по 4 героям, но по факту больше урона-то не последовало. Это урона не хватило. Там реально это было ничтожно мало. Около 2000 урона внесла Куин оф Пейн. Магнуса в этой игре нет. Так вот получилось, что я ее не ощущаю Магнуса. Он вроде есть, да, на карте мы видим, но по факту ноль импакта, ноль пользы. Я даже не вижу, что Панум Пауэр прямо на антимаг постоянно кидал, честно говоря. И падает Т3. В аналитике говорил господин Факер о том, что эта игра, скорее всего, не путается 20 минут. Но 20 минут 0-0 секунд и горит мид. Да, но на топе стоит Т2, на ботами тоже. Поэтому я думаю, что SG с антимагом готовы еще поиграть. Это логичный герой на глубокий лейт и рассчитывать на то, что он может сражаться прямо сейчас. Я писал, что ты знаешь, прям в глубоком лейте антимаг силен. Я думаю, что вот рассвет именно как раз-таки переход с мид-лейтгейма, когда элементарно герой намного больше нафармил еще от своих предметов. Ну это где-то 30-35 минуты, когда у него больше по слотам. Сейчас он в теории должен иметь БФ манту и плюс-минус там еще что-то давать. Как же антимага за контроль? Смотри, подкоп, драгонайт, айсбласт, все это вместе. Просто антимаг уже почти сделал блинкаут, но до свидания. Ну и монет, разумеется. Ракета залетела, оркетбраш там краешком шел и не по шансам абсолютно. Где Магнус? Магнус, окей, не может пока Магас ворваться, ждет момента, идет, идет, идет. А сейчас уже нет смысла ворваться. И сказал, не, парни, всем удачи, до новых встреч, по ту сторону. Тут точно был банк? Не знаю, не знаю. Но, очевидно, он говорил не на русском языке. Ну да. Антимаг, Яша, БФ, Магнус будет выходить, Шэдоу Блэйд. Сардар купил себе Блинк. Купил Блинк, но строго странно драгонайт купил себе уже Блэкин Бар. Если он грамотно его использует, то конец. Ну и, разумеется, у монайта тут бабочкой остается совсем немного. Если, опять же, он разберет Мом, то до нее остается вот прям совсем чуть-чуть. Мне кажется, он под Момом хорошо выдают демеджи. Такие быстрые флэки, которые вылетают. Так, ну и пошел Рошан. Ну да, правда, никакой медален, решили просто взять своим уроном. Вот гирокоптер и драгонайта. Ну еще ДК танкует, гирокоптер стреляет. И вроде как неплохо выходит. Подходит сюда еще DC. Можно чилинтач дать. Тимак пытается спит пушить в Т2. Там фортификейшн нажимается. Рошана морозят. Макетки прилетают на отпуш. Мне кажется, понимают все, что там, скорее всего, падает Рошан. Поэтому спокойно стоят внизу. Ничего не боятся. Они понимают, что происходит. Ну, а не драться на Рошане. Ну, хотя потенциально они могли бы здесь подраться с того стороны. Почему бы и нет? Под РП можно подраться? Пытается нажать смоук. Да, ворваться с РП. Хоть какого-то одного героя сцепить. Неточный хукшот от Клоквер. Кастардар пытается уйти. Находится под спиртвеселом. Но уходит. Уходит. И в итоге башню внизу потеряли. Лофай. Но при этом забрали Рошана. Взяли Аекис. Блин, кулдаун. Берет себя антимаг. Ясное дело. Гирокоптер. Ой, слушай, на ботами там не все ушли. Супер. Можно его поймать. Изминуть армор. Больно. Соник Вейв. РП. Успел нажать Блэйкинг Бар. Трудно его пробить. Но убьют все равно автоатак. Я думаю, Брэсфайр. Где помощь? Помощь. Он секунд семь жил. Команда пришла, конечно. Даже, если возможно, ребята здесь убьют. Те, не факт, подверху ходят. Там ракетка летит. Сейчас Лордар может как-то себя продать. Потенциально отдать крашек. Остановить всех. А Квин оф Пейн на Блинкауте успеет. Еще одна ракетка не стоит. А, ну е-мое. Где телепорт? Успеет? Успей. Не успел. Не успел. Это твое недовольство было? Или ты косплеишь? Это я косплеер, косплеер. Понял. Люблю нынче героев покосплеить. Особенно, как Пангольер смеется смешно. Ты бы слышал. Ну, ты, наверное, слышал. Он прям так смеется секунду четыре. Не, я еще не успел. Ясно все. Только в Пупку, небось, играешь. Так я не услышал. По фактам, по фактам, Виктор. Ты из мое. Ты вообще термиток смотришь. Если Лекс, по-моему, не произносит раз в 15, он слово Пупка, и он начинает щемить. У меня свой мидосмод, мне надо говорить. Иначе зарплаты не будут. Так, ну что, антимаг. Без импауэра. Вот сейчас подходит липост, отдал ему импауэр. Монта уже есть. Надо быстро-быстро вырезать эншентов, копить денежки. Подходит сюда Ахфу, будет ли подкоп? Ну, в кого-нибудь? Нет, 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 никого. О, ответный врыв. Нет. Ничего не будет. Ничего здесь не будет. Хукшот. Доехал до двоих. Можно поставить коги, нажимает лейдмейл. Ничего ты не будешь делать ког вверху. Залетает сюда ульт-аппарат. Это должен быть минус с лардар моментально. Подходит сюда гирокоптер. И с баррейджа просто расстреливает вверх. А, как же грамотно сыграл ког. Ну, я думаю, видели момент. Он отошел специально от Магнуса. Понимаю, что Магнус просто сейчас вытянет его с этих когов. Если мы повторим это, посмотрим. Прямо вот грамотно сделал. Потому что я стоял бы, его бы убили бы. Но если бы он на этого Магнуса закрыл бы тоже. А он бы мог вот так крепко. И за счет от этого два минуса сделано. Герой без бэбэков. Это, в принципе, не так важно. Главное, что сейчас селуфай мог осисти т2 и пойти дальше. Учитывая, что имеется айегис, имеется форма. Ничего не мешает алуфай двигаться по линии. И пытаться от игру закончить. Ну, либо постепенно к этому прийти. Заход на хайграунд. Есть форма. Начинают быстро пушить Т3. Ставится вортекс. Прожимают фортификейшн. Есть смок. Есть и РП. Попробую сейчас, наверное, через РП что-то сделать. Врываться как-то не особо интересно. У него айегис, даже если его разок убьют, что это изменит. Как ты его убьешь? Даже разок, я думаю. Ну, там надо дать Sonic Wave. Надо дать еще чего-то. Надо еще и... Супер сейчас будет скучать. Ну, супер... Это просто ужасно. Это просто ужасно. Липос отсюда тоже не уходит. Он летит ракетка, его расстреливают. Можно переключаться на другую цель уже. Ультаппарата. Бординио получает кулдаун прямо в темечко. И антимаг просто делает блинг в сторону Кантана. Фак, Женш, это Паришин унижает Иверно. Это просто ужас какой-то. Ты просто даешь этот Ice Blast под колдный Брейс. Против, колдный Брейс может быть прям спасительный. А по факту нет. По факту он в итоге все равно тебя добивает. Тут Фудвер прыгает. А у него ракета летит. Ну да, но блокер-бар закончится. Вот-вот. Ракета все летит и летит и летит. Сейчас китайминги будут неудачные, слушай. Да. Да. Бам. А, еще и Spirit Vessel повесили. Нет, и Пэн убили. Но пока не пишут Good Game SG. Готовы еще сражаться. Две стороны они пока потеряли. Это вроде не критично. Мы видели не единожды, как игры с мега-крипами выигрываются. Да, но SG и Sport против Fall of Y. Будем честны. Да, вот он повтор. Вот он как раз-таки Клокверк. Смотрел, он врывается. Он, в принципе, берет Магнуса легко. Он понимает, да ну его к черту этот Магнус. Закрывает одного Свардара, ну и все. И, соответственно, делается два минуса. Ну и Виверна здесь ничего сделать не может. Да это Кландебрейс, а импакт от этого ноль. Все равно там Айс Бласт, там Роккен Фраш, все равно. Но очень много магии, которая тебя пробивает. Грамотно, грамотно играет All of Y. Да, антимаг где-то погиб. Ну, я думаю, мы ничего особо не пропустили. То, что он погиб. Где-то. Опять. Так ставится Вард. Все прекрасно, понимается. Лордар уходит отсюда с Даггером. Ну, а Супер уже навалился на Т2 на ботами. Последняя сторона. 30 секунд без антимага. Сомневаюсь, что SG Sports могут сейчас как-то подраться хорошо. Заканчивается Aegis. Формы есть. А что, не хотят зайти? Странно. Можно побить Шрайна. Можно докупить себе Скадера. То есть вариантов хватает. Я думаю, что All of Y спешить не будут. Китайские команды, мы знаем их стабильность. Они пока не доберут все артефакты. Тем более, если деньги позволяют, никуда заходить не будут. Ну, хотя Скаде уже есть. 2.385 здоровья. Уровень 21. Используется Smoke и SG. Ну, нужно створить чудо. Что нужно для чуда? Нужен РП, Винтерскерс, Антимаг, чтобы дал Манавойтам. Но по факту Супер врывается. Винтерскерс пошел. Винтерскерс, в принципе, неплохой. Но РП сверху по троим. Врывается Антимаг, начинает бить. Манавойт, по-моему, в Супера, который был под Бокенбаром. Ну, и в итоге минус 2, минус 3, минус 4. Остается лишь один Магнус. Это конец. Да, говорят из ЖГГ. Мы проиграли. Ну, действительно проиграли. Что тут сказать? LGD Forever Young просто сильнее. Вот они реально смотрят. И ничего с этим не поделаешь. Задумка Антимаг Магнуса, она, конечно, хороша. Но не против такой команды, как LGD Forever Young. Да, я откровенно плохо. Я же исполняю. Вот Квенов ПМ вроде как за Раш и Лорки. Это по факту не совсем понятно, какой потенциал. Мы видели эту Винтервьюерную, которая бедная не понимала, как ей давать Колланды Брейс. Куда? Моментально Айзблаз прилетает. Притом Анш-Топаришн ждал этого момента, пока Колланды Брейс будет использован. По факту Винтервьюерную тоже в игре не было. Магнус, который появился в игре слишком поздно, он дал сейчас РП. Помогло это? Нет, слишком поздно. Там буквально всего 2 или 3 РП было за всю игру. При том, что они не геймчейнджные были и никак особо не помогали. То есть его задача была самая главная, то что кидать импауэр на Антимага и все. Да. И вроде как не сыграл.